Добрый вечер, дорогие любители футбола. Чемпионат Беларуси в самом разгаре. И сегодня на стадионе Брески встречаются Рух и Минская Динамо. Для обеих команд это первое испытание во втором круге. Напомним, в марте брещане неожиданно оказались сильнее. Команда Александра Сиднева переиграла подопечных Сергея Гуренко со счетом 1-0. Единственный гол тогда забил украинский защитник Алексей Ковтун. Но сегодня у руля Динамо совершенно другой тренер Леонид Кучук. И его игроки уж точно постараются взять реванш, зато обидное поражение. Активный с первых минут динамовцы. Мяч получает Иван Бахар. Пытается развернуться на подступах к штрафной. Но в этом эпизоде бдительны защитники Руха. Еще одна атака от Минчан. Перевод справа фланга в центр на Бручича. Бручич на Климовича. И Климович выводит на ударную позицию Евгения Шикавка. Шикавка в касание бил в дальний угол верхом. Но начеку был Роман Степанов. И сделал прекрасный сейв после удара Шикавка. Посмотрим чем ответит Рух. Быстрая атака. Сергей Тихановский отдает на Абдулае Диало. Тот отбрасывает назад на Тихановского. И Сергей проникающим пасом пытается найти Сенегальского нападающего. На этом атака закончилась. Мяч в руках Максима Плотникова. Еще одна атака от Руха. На этот раз Диало наносит прекрасный удар поворотом Плотникова. И попадает в штангу. Это был заключительный момент в первом тайме. Игроки уходят на перерыв. И счет пока 0-0. Второй тайм из центра поля начинают игроки Динамо Минск. С мячом Владислав Климович. И сразу же обостряющая передача на Ивана Бахара. Не было положения вне игры. Но все равно выше всех похвал сыграл Виталий Гайдучик. Мягкий навес со штрафного. Отброс назад. И мячом продолжают владеть динамовцы. Выводя на ударную позицию Евгения Шикавка. Форвард развернулся и метил в ближний угол ворот Романа Степанова. Да, повезло сейчас Руху. Продолжают нагнетать гости. Еще одна атака. Шикавка на Бручича. Бручич на Вергейчика. И вышедший на замену Кирилл Вергейчик бил по воротам Романа Степанова очередной сейф голкипера. Мигунов в центр. И звучит финальный свисток, который фиксирует на табло счет 0-0. Неплохо сыграли обе команды в этом матче. Было много опасных моментов и эпизодов. Давайте вместе вспомним, как развивались события в этом матче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова